Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на нашем концерте в традиционно приуроченном ко времени летнего солнцестояния, времени самых солнечных, ярких и длинных дней в году. Мы, Школа Самовыражения, звучит. Вот уже 13 лет мы помогаем людям находить себя и проявляться в мир через голос и пение, актерские и телесные практики и многое другое. Мы не делим людей на творцов и бездарностей, на звезд и поклонников, на производителей и потребителей музыкального контента. Во все времена, в традициях всех культур, песня сопровождала жизнь людей и пели всем. Мы считаем, это должно возрождаться. Поэтому на наших концертах на одной сцене выступают и педагоги, школы, те, кто посвятил значительную часть своей жизни, музыке и наши ученики. Почти все они впервые занялись вокалом уже во взрослом возрасте. Многие пришли к нам, не зная нотной грамоты и не умея издавать громкие звуки. Некоторые начали свой творческий путь всего несколько месяцев назад. Что из этого получилось, смотрите сами. Программа нашего сегодняшнего концерта сочетает в себя классику и эстраду. Для вас прозвучат как оперные арии, классические романсы и песни, так и номера из отечественных и зарубежных мюзиклов. Все потому, что в музыке для нас важны в первую очередь не стили и жанры, а сама музыка. Есть красивые мелодии, приятные слуху. Есть хорошее пение, раскрывающее все возможности человеческого голоса. Есть художественные образы, воплощающие на сцене всю палитру эмоций жизни. О том, как эти эмоции и вещи выражались в музыкальном искусстве в разные эпохи и времена, мы вам сегодня и расскажем. И начнем наш экскурс в историю с той точки, из которой зародился жанр эстрадной вокальной музыки и современного музыкального театра. На сегодняшний момент эти вещи неотделимы друг от друга. Любой музыкал – это в первую очередь пение, на которое нанизывается сценическое действие, а любое исполнение эстрадной песни предполагает воплощение некоторого сценического образа. Эта традиция началась на рубеже 19-го и 20-го веков, в эпоху Кабаре. В долгие годы атмосфера Кабаре с ее смелыми новаторскими творческими подходами, остросоциальными темами номеров, выступлением талантливых музыкантов и поэтов, в том числе опальных в рамках действующих доктрин общества, порой становились единственной отдушиной в жизни как посетителей, так и выступавших там артистов. Классический бородвейский мюзикл Кабаре раскрывает именно эту тему в одноименной песне главной героини. Действия мюзиклов происходят в 30-е годы в Германии, во время прихода к власти нацистов. Мир катится в пропасть, напряжение висит в воздухе. Героиня-певичка, одного из берлинского Кабаре, с головой погружается в мир музыки и танца, в блеск декораций и сияющих лучей софитов. Только там она чувствует себя по-настоящему живой. И хотя этот мир жесток, опасен и маргинален, но все же там, где нет надежды на благополучное будущее для всех, даже такая жизнь может стать чьим-то личным спасением. Прикоснуться к эстетике Кабаре вас приглашает наш первый сегодняшний исполнитель. За главную песню из мюзикла Джона Кандера и Фреда Эба Кабаре, в оригинале, исполняемом главной героиней мюзикла, вы услышите в мужском варианте. От лица Бенни Хантера, оригинального персонажа, чей образ и истории были созданы собственноручно нашим первым артистом. Для вас на сцене Ренат Хавитов, ученик Анастасии Елисеевой и Марины Грашиной. За роялем сейчас и весь вечер концентрмейстер Диана Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Брось заниматься, рутины лапу Розник найди в игре Жизнь это, говори, мой друг Ждем тебя, в которой Здесь пьют вино, гремит оркестр И столик ждет, трубит, трожит Довольно с нетреселью к черту Всех тех, кто пророчит беду Для них все на свете, для них Жизнь это, говори, мой друг Ждем тебя, говори Я был знаком с одной девчонкой Элси Заглядывал к ней на часочек в чансе Не про нее, она была срумянцем Сказать по правде, умерла от пьянства И от последних век сосед хихинку Вот что бывает от себя без спирта А мне казалось, королева спит Так труп я был сказочно счастлив Воспоминания начинают душу греть О пенсии начинала тихо петь Чтоб толку не дать Одиночество ду в маленькой Жизнь это, говори, мой друг Ждем тебя, говори А что по мне? А что по мне? Я возвращаюсь мыслью в Челси В мир иной войну, как Элси Какой шанс веселью, пока ты живой В смысл нищей игры? Жизнь это, говори родной Только лишь, говори родной Мечтем тебя в краборе И мы продолжаем наше движение по эпохам васкального искусства Но временно пойдем не вперед, а назад К еще более давним истокам эстрадной песни И поговорим о таком известнейшем феномене итальянской музыки Как неаполитанская песня Этот жанр примечателен тем, что смог объединить культуру народной песни И высшие достижения итальянской вокальной школы На фоне господствовавшей тогда оперной музыки Неаполитанские песни стали настоящим прорывом Ввиду своей демократичности Ведь поучаствовать в ежегодных песенных конкурсах Которые начали проводиться в 30-х годах 19 века в Неаполе Мог любой желающий Мир классической музыки Откликнулся на это тем, что знаменитые оперные тенора Которые в свою очередь в начале 20 века Были главными музыкальными кумирами публики Стали включать неаполитанские песни в свой репертуар Это поспособствовало стремительному росту популярности жанра И в конечном счете его всемирной известности В нашем концерте мы исполним для вас одну из известнейших неаполитанских песен Она не имеет конкретного автора и является истинно народной И вместе с тем именно она считается первой неаполитанской песней У которой появился перевод с диалекта на итальянский язык Санта Лючия исполняет вокальный ансамбль «Домино» Хармейстер, художественный руководитель и дирижер Алевтина Богатырева Солистка Ульяна Бородина, ученица Марины Грашиной и Елены Ковтанюкова Музыкальное сопровождение Фортепиано Диана Иванова Скрипка Милослава Бондаренко Бас-гитара Артемий Бондаренко Перкуссия Евгений Милишин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уделим же и мы должное мере внимания. Тем более, что фрагмент, который прозвучал сейчас, является самым известным номером своей оперы. И, возможно, находится у многих у вас на слуху. Речь идет об опере Джакомо Пучини «Богема» по мотивам романа Анри Мюрже. Она увидела свет примерно в ту же пору, что большинство популярных неаполитанских песен на рубеже XIX и XX веков. И поначалу не нашла признания, несмотря на то, что ее автор на тот момент уже был знаменитым композитором. Публика встретила премьеру равнодушно. Театральные критики называли ее низкой по сюжету, шумной и пустой по музыке, глупой и даже нелогичной. Вероятно, именно тематика романа, представляющая беспрекрас жизнь и нравы парижской богемы того времени, послужила поводом для обвинения в низости сюжета. Однако история расставила все на свои места. В наше время богема – одна из самых исполняемых опер в мире. И сейчас для вас прозвучит известный ее фрагмент. Вальс-мюзетты исполняет Анна Андричук, ученица Елены Ковтанюх. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Меню ты мой разлюбишь, меня ты не забудешь, я знаю, ты меня не разрубил, не разрубил ты тебя, ты меня не забил. Погрузимся же еще немного глубже в историю оперы. Начало 19 века, эпоха позднего Бельканта. Любопытно, в то самое время термин Бельканта от итальянского Бельканта «красивое пение» еще не существовал. Его впервые начали упоминать в середине 19 века, ностальгически обозначая им ту манеру пения, которая начала исчезать около 1830-х годов. Что такое Бельканта? Это блестящий, легкий и изящный стиль пения, основанный на все тех же достижениях итальянской оперной школы. Для певца или певицы этого стиля обязательным требованием была не только и не столько сила голоса, сколько виртуозное владение им. Вокальная музыка того времени требовала от исполнителя длительности дыхания, мастерства филировки, умения исполнять труднейшие пассажи, «карденцы», «трели», их насчитывалось около 8 видов. Словосочетанием, обязательным элементом Бельканта была «колоратура». Это слово, которое мы привыкли видеть в словосочетаниях «колоратурная сопрано». Вопреки распространенному мнению, обозначала не высоту голоса, а его подвижность, способность петь быстрые пассажи в широком диапазоне и также делать это качественно и ровно. Неудивительно, произведения в стиле Бельканта считаются одним из самых сложных для исполнения даже для профессиональных оперных певцов. Одно из характерных произведений эпохи Бельканта для вас сегодня исполнит ученица нашей школы «Каватина Розини» из оперы «Джакини Россини» «Севильский цирюль» исполняет Ульяна Бородина ученица Марины Грашиной и Елены Ковтанюхой. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это слово переводится буквально как «маленькая опера», и начиная с XVII века именно это оно и означало. Однако все в той же середине XIX века, когда расцветала культура неаполитанских песен и зарождался жанр каварет, оперета приобрела тот облик, в котором мы знаем ее сейчас, а именно произведение музыкально-театрального жанра, в котором вокальные, хоровые и хореографические музыкальные номера чередуются с разговорными сценами. В отличие от оперы, ее музыка приближена к массовой культуре, как правило, основой ее составляет куплетная песня. Используются и специфические оперные формы – арии, ансамбли, хоры, но они обычно более просты и тоже выдержаны в песенно-танцевальном характере. По сути, оперета занимает промежуточное положение между оперой и драматическим театром. И именно из нее произошел чрезвычайно популярный в наше время жанр мюзикла, к которому мы в нашем сегодняшнем концерте обратимся, но чуть позже. А сейчас для вас дуэт Данилы и Ганны из оперы Франца Легара «Веселая вдова» исполняют Анна Андричук и Николай Уваров. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Настало время обратиться и к русской музыке. Тем более, что произведение, о котором сейчас пойдет речь, является русским целиком и полностью во всех смыслах. Стихотворение «Тройка», ставшее его текстом, принадлежит перу великого русского поэта Николая Алексея Ильича Некрасова. И, как и большинство его стихов, посвящено тяжелой доле простого русского народа, в данном конкретном случае доле женской. Оно о том, что едва ли призрачное счастье в виде молодого офицера, мчащегося на тройке к своей возлюбленной, выпадет на долю крестьянской девушки. В своем стихотворении поэт предрекает ей совсем иную судьбу и рисует ее в весьма реалистичной манере. Впрочем, наиболее мрачные фрагменты не вошли в текст романса. Кто бы ни был его композитором, в этом качестве иногда называют известного автора городских романсов конца XX века Якова Пригожева, а иногда называют музыку этого произведения народной. Он заметно осветлил настроение романса, уводя его тематику в сторону от остро-социальных проблем и оставив лишь лирическую грусть, а не сбыточную. Вместе с этим произведением приобрело и новое название. Романс «Что ты жадно глядишь на дорогу», а также следующее произведение «Венгерскую песню «В мире есть красавица одна» исполняет Павел Дмитриев, ученик Александра Миненко. Для Павла сегодняшнее выступление — это дебют на сольной сцене, поэтому поддерживаем и подборим его аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 и образность. Именно через песню, через этот проникновенный романс мы завершаем наш исторический экскурс по классике и следом перейдем к песням уже современным. Романс «Измрысь», который прозвучит сейчас, это второе произведение цикла, а следом за ним Георгий исполнит произведение уже своего коллеги-классика романс Александра Догомышского на стихи Петра Венберга «Титулярный советник». Поддержим же молодого таланта своими громкими аплодисментами. Громкие, подружки и акторские романс «Измрысь». Журавли потянули, улетают на юг. Лезь в немогущем пуле, ветром сильно обогнули, В воду манился лук. Лезь в немогущем пуле, ветром из морозь мнеет на траве, на огне, Кто-то веет и реет, хочет власть и не смеет, но срочка лишь в гне. Журавли потянули, Журавли потянули, Он был титулярный советник, Она генеральская дочь, Он скромно в любви объяснился, Она прогнала его прочь, Прогнала его прочь. Пошел цитулярный советник, И глядствовал целую ночь, И вино в тумане Носилось пред ним Генеральская дочь, Генеральская дочь. Генеральская дочь, Летнее солнцестояние в русской традиции это праздник купала. Это светлый и радостный праздник. Таковым мы его знаем до подошедших до нас обрядов. Винки на воде, прыжки через костер, пляски и игры молодых девушек и юношей. Но мало кто задумывается о том, что праздник этот несет в себе не зловещую, тревожную составляющую. Ведь самая короткая ночь в году, это момент, начиная с которого день будет уменьшаться. Солнце будто покатилось под гору. И хотя впереди еще долгое и жаркое лето, теперь с каждым днем темноты в нашей жизни будет становиться немного больше. И в наших летних концертах мы всегда это учитываем. Помня о темной стороне жизни, мы включаем в них немного страшной сказки. В этом году это будет сказка о вампирах. Мюзикл Бал вампиров увидел свет в 1997 году. Никто не предрекал ему известности. Напротив, композиторы Джим Стейнман, получив заказ на срочное написание песен и мюзикл, был уверен, что дальше пары сезонов локальных постановок в Венском театре дело не пойдет. Поэтому большую часть материала позаимствовал из своих же собственных песен, переписав тексты под сюжеты мюзикла. Например, мелодию той композиции, что прозвучит сейчас, вы можете также услышать в известной песне Бонни Тайля «Полное затмение сердца». Однако Бал вампиров стал не просто популярным мюзиклом, а настоящим мировым хитом. Его ставили в 12 странах и 20 городах, включая Санкт-Петербург и Москву. В нашем сегодняшнем концерте одним из ключевых номеров постановки – дуэт «Коммершная тьма», в котором граф фон Кровах убеждает девушку Стару саму стать спутницей его вампирской жизни. Для вас исполнит уже знакомый вам Ренат Халитов, а также педагог, имя которого сегодня неоднократно упоминалось. Директор школы «Звучи» Марина Грашина. А также на сцену возвращается наш великолепный бэк Диана Иванова, Милослава и Артемия Бондаренко, Евгений Милишин. Попеведствуем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Час настал... Час настал... Час настал... Мощный, что неверный войсов Из глубины веков раздастся во мне Рассказ на царах Прежу я за бредною мечтой Рассказ на царах Что со мной неясно мне с собой Бредной жизни краткий миг Превратится в бесконечность Мир пойдет у ног твоих И любовь продлится вечность Так праздни же смирской святой И взамену придешь Без смерти риждаешься мне Лети же за мной Над пропастью, над пездой Между светом и тьмой Сквозь время и пространство Так грешною землей Нарушу все запреты, я пойду за тобой Заменья ложные прожь Сиреная и милость Сиреная и мы Сиреная и милость Сиреная и милость Сиреная и милость Остановить не в силах Я звездою падаю в честь За тобою без раздумья Брошусь я в огонь безумья И пускай гореть мне Пожалуйста Пусть же длится сновиденья Так решила провиденья Пусть само я пекло войду Часто сновиденья Часто сновиденья Прежу я запретною мечтой Часто сновиденья Часто сновиденья Что за мной неясно мне самой Затручится шансы в море Болит их и наши стрази Их померкнет свет на море Покорившись наши властей Так красиво с мирской суетой И взаимоплетёшь И смерти не лынует Столько страсти одной Иди за мной как грязный Между светом и спой И сквозь время и пространство И над грязной землей Всех сердцем повинулись Столько страсти одной За мне ложная прочь Вселенная и мы Ночь Вселенная и мы И мы Смерть и любые узнают Цену сама От всего было во вдале Царю под миром тьма И больше не видно земли И больше не видно земли Царит над миром тьма Царит над миром тьма И рвётся душа В эту тьму Браво! 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 Совета Баварская, супруга австрийского и австро-венгерского императора Франца Иосифа из династии Габсбурга, известный исторический персонаж и яркая, неординарная личность. Ей восхищались, ее любили. Среди народа она была известна под уменьшительно ласкательным именем Сиси, которые ее называли родные и друзья. Тем не менее, погибла она насильственной смертью от руки итальянского анархиста, а жизнь ее была тяжелой и полной драмой. Ей посвящено множество произведений мировой культуры, в частности, мюзикл «Элизабет». Еще в раннем возрасте Сиси, неудачно упав с высоты, впервые встречается со смертью. По сюжету мюзикла это призрачный мужчина неземной красоты, и в нее влюбляется. И в дальнейшем, в течение всей жизни, периодически посещает ее, убеждая покинуть этот мир и остаться с ним. Но «Элизабет» не сдается. Она любит жизнь и сражается за нее. В этот день, когда она становится супругой императора Франции Иосифа, ей кажется, что она наконец-то смогла стать хозяйкой своей судьбы. Но смерть вовсе не рада этому. Своенравный и жестокий он ревнует ее к супругу и хочет вернуть власть над ней. И в дальнейшем приносит «Элизабет» только горе, забрав сначала младшую дочь, потом взрослого сына. Дуэт «Элизабет и смертью» только мне решать. И сцена свадьбы «Элизабет» для вас исполняет Ксения Мунгалова, педагог школы «Звучи» и Владислав Поставнев, ученик Мариной Грашиной. Вот он мой триумф, праздник мой, враги повешенные от ныне. Как будто побежден тобой, бессилен я, но мы теперь едины. Мне дела нет до всех, только я, Теперь мое запомнят имя. Смирялись над тобой они, И вот молчат удивлены, ты на коне. День внука для потех, Что вызывает жалкий смех, На ваши просьбы я отвечу нет, Только мне решать. Когда и с кем ты танцевать, Ведь растет моя лишь воля, Кто посумеет мне мешать, Знаете, что сейчас мой долгожданный Наконец-то пробил час, И я решаю, с кем танцую в этот раз. Словно чайно ты, я один, И тень повсюду рядом. Не стоит утверждать, Себя со мной лететь, Поверь, мне не надо. Повсюду лишь со мной, И когда с тобою вместе быть так рад, Повсюду лишь со мной лететь, Поверь, мне не надо. И когда ты, я исследовал, Когда ты смотришь на меня, Ведь рядом только я, да, Только я. Только мне решать, когда и с кем мне танцевать Ведь на все моя лишь воля, кто посмеет мне мешать Сколько жду сейчас, мой долгожданный Наконец-то пробил час И я решаю, с кем танцуем в этот раз Мне не страшно быть собой Я знаю, что сама собой не станешь лишь со мной Ты не посмеешь, не пожалеешь Мне не лечится следом Только мне решать, когда и с кем мне танцевать Ведь на все моя лишь воля, кто посмеет мне мешать Знаете, что сейчас, мой долгожданный Наконец-то пробил час И я решаю, с кем танцую в этот раз Знаете, что сейчас, наконец-то пробил час И это жизнь моя Браво! 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 к теме современного музыкального театра, мы не собираемся отступать от нее. Следующий номер – фрагмент из поистине культового произведения этого жанра – рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». С самого его появления в 1970 году отношение к ней было неоднозначным, и ее то и дело требовали запретить, утверждая, что библейская тематика и мюзикл, тем более рок-мюзикл, несовместимым. В то же время многие верующие люди утверждают, именно этот спектакль помог им в юности осознать смысл и величие Христово подвига, рассказав об этом понятным, доступными средствами современной культуры. Увидеть Бога в человеке – такая задача стоит перед самыми разными персонажами этой рок-оперы, и по большому счету с ней не справляется никто. Показательной в этом смысле является сцена во дворе царя Ирода. Царь – утила, гедонист и прожигатель жизни, воспринимает Иисуса как автора нашумевших чудес, своего рода бродячего фокусника. В разных вариантах постановки Ирод очень разный персонаж. Где-то он полагает Иисуса мошенником и иронизирует над ним, собираясь прелюдно опозорить. Где-то видит в нем очередной источник развлечений. Примерно так и в наше время могли бы вести себя сильные мира сего, столкнувшись с объектом необъяснимой, но горячей всенародной любви. В этом контексте для сюжета совершенно не важно, царь это будет или царица. Поэтому педагог нашей школы Анастасия Елисеева сегодня предлагает вам оригинальное прочтение номера из рок-оперы Эндрио Ллойда Уобера и Тима Райса. Что если чудо? Настоящее удивительное господнее чудо действительно необходимо всем, даже тем, кто сам не может этого осознать. Песня царя Илона из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» исполняет Анастасия Елисеева. Актерская труппа «Ученики школы Звучи». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лучше, что нищий придаёт И он, и в спутке приспособился Все еще приспособился А я хотел, что впереди я делаю Как ты будешь владеть на тебя Прости, моя церковь, и даже с тобой Ответься чудо, весос! Ну что же ты молчишь, у нас закрывается свет? Или что-то есть в тебе у нас такое? Ты люба перед нами, ты мудро не поеда Так покажи, что мне слову я дыша на татан Простучит Христос, всем, внущий Христос Ну прояви себя, чусь, ну а спроси, кого не пустит Ты не ушёшь, ну чего же ты жадёшь? Ну что же ты молчишь, что ты молчишь? Ах, ты не молчишь Христос Ах, ты не молчишь Христос Чего молчишь Христос Ах, как он полезен он С развалец и прихвозь Гоните его, но он не знал ничего Гоните шею Гоните шею его Нашим следующим номером вновь станет фрагмент из мюзикла «Элизабет». И на сей раз мы представим вам другой эпизод из жизни императрицы Елизаветы Баварской. Конфликт со смертью не исчерпывает испытания, выпавшие на ее долю. Едва она успевает решить, что сама распоряжается своей жизнью, как вдруг оказывается, замужество — это не конец ее бед, а только начало. Она встречается с нападками свекрови, равнодушием царственного супруга, чопорными придворными нравами, стесняющие ее энергичную страстную натуру. Сопротивляясь давлению, она пытается строить свою жизнь так, как считает нужным. Этому и посвящена одна из ее центральных арий, которые вы сейчас услышите. Она проникнута одновременно любовью и симпатией к мужу, а также твердостью в защите своих границ собственного «я» как личности, а не функции превенционосного супруги. Я не пожертвуюсь собой, чтобы быть с тобой. Я не буду с радостью делать то, что положено. Я не твоя собственность. Теперь я принадлежу себе. Такое напутствие и в современном мире, без всяких придворных интриг, актуально для многих женщин. Арию «Я принадлежу себе» из мюзикла «Сильвестра», «Левая» и «Михаэля Кунца» и «Лизабель» для вас исполняет директор школы «Звучи» Марина Грашева. Под ваши аплодисменты. Арию «Я» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, он станет завершающим в нашем сегодняшнем концерте Во-вторых, он будет включать в себя целых три номера из одной и той же музыкальной постановки В-третьих, эта постановка не просто мюзикл, а фильм-мюзикл Прекрасная и любимая всеми с детства история, а не они волшебницы, сделавшие жизнь маленьких Джейн и Майкла, наполнены чудесами Кинофильм «Мэри Поппинс. До свидания» И в-четвертых, для его исполнения мы снова приглашаем на сцену вокальный коллектив учеников и преподавателей школы «Сгучи» Ансамбль «Домино» под руководством великолепной Алевтины Богатыревой Помимо прочего, Алевтина является также и автором аранжировок всего того, что вы сейчас услышите Любимые песни в обработке для хора могут прозвучать неожиданно Но в любом случае, услышать их в таком виде – это уникальная возможность, которая есть только у вас здесь и сейчас Итак, песни из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания» И первая композиция в нашем блоге «Леди совершенства» прозвучит в исполнении вокального ансамбля «Домино» и солистки Ульяны Бородиной Поаплодируем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Марина Крашина. Я говорю неудословно, потому что сегодня сложная программа, большая. Вы героические зрители, конечно, честно говоря. Это наш любимый зал, я вам честно скажу. Здесь совершенно замечательные слушатели, и здесь совершенно фантастическая энергетика. Вот мы как-то приходим, мы у нас три дня назад был концерт в другом месте, но вообще земля и небо, слушай, я хочу сказать, что наша школа, в принципе, занимается у нас есть такая пафосная задача, восстановление любительского пения. Ну и в будущем вообще любительского музыкального театра, потому что на Руси это всегда было, в Советском Союзе это тоже было. А вот после 90-х у нас что-то вот как грохнулось, так оно и с трудом восстанавливается. Это очень грустно, потому что мы еще помним наших родителей, наших бабушек, которые все нормально собирались, пели за столом, и все это было нормально. А сейчас, в лучшем случае, караоке, и это, я как только слышу, что начинается караоке, я тихо уползаю по стенке из любого заведения, конечно, это невыносимо. Вот, и главное, ну что, ну те же гены, те же способности, те же все, но вот этот вот идиотский сценарий, да, что есть потребители музыкальной культуры и производители музыкальной культуры, ну что я буду петь, я что певец, что ли? Вот это вот с нашей точки зрения бред, да, поэтому мы берем людей, которые вообще не профессионалы, и принципиально, не, ну с профессионалами мы тоже работаем, но вот, понимаете, вот вырастет профессионал из нашего Гоши, например, которого я с восьми лет вела, а сейчас вот, смотрите, он сам композиции пишет, да какие, вот, и вырастают у нас профессионалы, в итоге уходят, к сожалению, но наша главная задача это вот именно любительское музицирование, любительское хоровое музицирование, и вот, ну как бы сольное тоже. И мы считаем, что вот этими вещами мы немножечко улучшаем в общем мир, чуть-чуть, да, вот все говорят, вот там, тут, понимаешь, это самое, вы песни поете, вот понимаете, вот если где-то поют песни, то, может быть, где-то еще немножко как-то станет светлее, вот мы это так вот понимаем, это наша идеология, поэтому вот, спасибо, что вы с вами, и надеюсь, что это не, ну, однозначно это не последний раз, мы придем к вам. Аплодисменты вернулась на новый оборот, пусть нас всех ждут перемены только к лучшему, ансамбль домино «Ветер перемен». Кружит земля, как в детстве карусей, а над землей кружат «Ветра потерь, ветра потерь, разлука бит и зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей, в сердца людей срывая дверь из петель. Кружат надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день и ночь прощаются на руси земля. Сотни лет и день и ночь прощаются на руси земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на руси земля. Сотни лет и ночь прощаются на руси земля. Сотни лет и ночь прощаются на руси земля. Сотни лет, все ветер переменится, Ставка в прошлому замену Он везет Будет полный ласковый Ветер великий Водро ветер переменится Ставка в прошлому замену Он везет Будет полный ласковый Ветер великий Браво! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем! Пусть вас ждут хорошие перемены! Встретимся в осенью! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо!